Приветствую, уважаемых подписчиков, читателей и зрителей наших каналов. Ни для кого на наших каналах не секрет, что я более чем критически отношусь к Николаю Платушкину. Прежде всего потому, что он заявляет, что в Советском Союзе был социализм, который нужно вернуть. Любой политолог, Платушкин политолог, прекрасно знает, что в Советском Союзе не было никакого социализма. А был политаризм или азиатский способ производства, АСП. И эта система, что по Марксу, что по Энгельсу, что по Ленину, гораздо хуже не только капитализма, но и даже рабовладения. Сегодня я не буду заходить в дебри, мой подробный ролик о политаризме будет на конечной заставке. Равно, как мне очень не нравится его восхищение Сталиным, установившим в Советском Союзе политаризм. Мой подробный ролик, что настораживает деятельность Николая Платушкина, будет в подсказке. Пожалуй, здесь также добавлю, что по Марксу, что по Энгельсу, что по Ленину и в царской России не было никакого капитализма. А также был политаризм. И Владимир Ильич Ленин любил повторять. В России нельзя реставрировать капитализм, поскольку нельзя реставрировать того, чего в ней никогда не было. А вот опасность азиатской реставрации чрезвычайно высок. Но Сталин, а после него номенклатура, сделали все, чтобы мы забыли эти слова Ленина. Касательно же книги Ленина «Развитие капитализма в России», то в ней он говорит о развитии капиталистического уклада в нашей стране. А уклад и общественный строй по Ленину – это разные вещи. Но сегодня разговор о другом. О том, в чем я с Платушкиным согласен. Он прокомментировал выступление Путина на Валдайском форуме. И ту кучу глупостей, которую Путин там нагородил. Ролик на его канале называется «О женщинах и курах». Но женщины и куры к этому не имеют никакого отношения. Он так назван в честь очередной глупости Путина. Дело в том, что Путин заявил на этом форуме, что большевики обобществили женщин и кур. Но впрочем, чего-чего, а Путин нагородил глупостей уже столько, что я просто даже не хочу их повторить. Тем более, что они все запротоколированы средствами массовой информации. Я также уже не раз говорил, что Путин откровенно недалекий и откровенно невежественный человек. К тому же страдающий необратимо зашедшим комплексом неполноценности. Об этом, кстати, у меня есть подробный ролик. Но вот на одной из очередных глупостей Путина и о комментариях на нее Платошкину я в этой публикации хотел бы остановиться. Платошкин прокомментировал известное заявление Путина, повторяемое им, кстати, неоднократно, о том, что Россия исчерпала лимит революции. И Платошкин на это совершенно правильно сказал, что революция и революция – это вообще-то естественное развитие событий. Он подчеркнул, что Путина здесь вообще-то никто не спрашивает, потому что у истории свои объективные законы. И он привел в пример разговор между Хрущевым и Кеннеди, который произошел в июне 1961 года в Вене. Там Кеннеди предложил Хрущеву – давайте поделим мир. Вы больше не устраивайте революции, а мы от вас отстанем. И Хрущев, имеющий всего семь классов образования, на это ответил блестяще образованному Кеннеди. Извините, но в Великую Французскую революцию разве мы устраивали? Бастилию разве мы брали? Революции бывают не по прихоти, а это естественное развитие событий в той или иной стране. Вот как Платошкин об этом сказал. И последнее, то же самое с революциями. Россия исчерпала революция, нам не надо. А кто спрашивает? Понимаете, у истории есть свои законы. Они ни от Платошкина, ни от Путина, вообще ни от кого не зависят. Они такие же законы, как развитие человеческих обществ. Не знаете, в этом смысле хотелось бы тем, кто пишет Путину вот эту всю, мягко говоря, ненаучную вещь. Есть стенограмма беседы Хрущева, который кончил там, по-моему, классов семь максимум. И американского президента Кеннеди, который как сын миллионера там Гарвард закончил там все путем. Они встречались в июне 61-го года в Вене. И Кеннеди, выпускник Гарварда, ему, значит, говорит Хрущеву, примерно как Путин. Давайте заморозим мир. Вот дайте, вот половина ваша, половина наша. Вот как есть. Не надо больше революций. Пожалуйста, не устраивайте больше революций. А мы, типа, от вас отстанем. Хрущев говорит, товарищ, вы где учились? От вас отстанем. Тот говорит, в Гарварде. А что, говорит, великую французскую революцию мы тоже, говорит, устроили в 1789 году. Мы, говорит, бастилию, что ли, взяли? Вы, говорит, поймите, Хрущев, шахтер, объясняет миллионеру Кеннеди, революции бывают не по прихоти кого-то. Это естественное следствие развития событий в той или иной стране. Мы тут ничего сделать не можем. Это правильно. Кстати, официальная советская идеологическая доктрина, так называемый научный коммунизм, хотя не имела никакого отношения ни к науке, ни к коммунизму, после обработки ее Сталином, Струэ и Сусловым. Но, тем не менее, в этом пункте толковало настоящее коммунистическое учение правильных. Она запрещала, официально запрещала экспорт революции. Кстати, научный коммунизм осуждал за попытку такого экспорта Эрнесту Че Гевару. И, кстати, правильно осуждал. Хотя лично я считаю, что мы в данном случае имеем лишь трагическую ошибку со стороны товарища Че Гевары. Он просто ошибся, полагая, что в Боливии имеет место быть революционная ситуация. Также Платошкин правильно отметил, что в современной России, стараниями Путина и компании, революционная ситуация уже налицо. И вот здесь не поспоришь. Современная Россия – это точно не Боливия 1966-1967 годов. В России сегодня действительно чудовищное расслоение между бедными и богатыми. И Платошкин справедливо подчеркнул, что многие ученые считают, что если разница в доходах между бедными и богатыми в 10 раз, то страна на пороге революции. А в России такая разница давным-давно уже имеет место быть, и, скажем так, более и очень более, чем имеет место быть. И выход для номенклатуры здесь, как я тоже уже неоднократно говорил, один – новое оттепи, аналогичное Хрущевской. Стране нужны серьезные реформы, перераспределяющие национальный доход в пользу бедных. Это не говоря уже о том, что необходимо сворачивать политику закручивания гаек. Или мы получим революцию. И получим очень скоро. И хорошо еще, если бархатную революцию. Аналогичную революциям 80-х годов 20-го века в странах Восточной Европы. К сожалению, у нас в России, увы, нельзя исключить развитие событий и не по бархатному сценарию. Не знаю, дойдет ли это до Путина и компании, и до номенклатуры вообще, но лучше было бы, если бы дошло. И лучше всего это было бы, прежде всего, для самой номенклатуры. Если понравился ролик, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, делитесь роликом в социальных сетях и на других ресурсах, пишите комментарии, смотрите мои аналогичные ролики, какие именно вы видите на конечных заставках. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok